у меня в комментариях был такой вопрос пользуюсь ли я солнцезащитным кремом ну или кремами этот вопрос мне задала наталья с канала о легкости и стройности благодарю вас наталья и меня зовут зоя это мой канал мама зоя я пользуюсь солнцезащитным кремом но только для лица у меня вот такой солнцезащитный крем с 30 процентной защитой фирмы овен я его наношу на лицо перед тем как выйти из дома за 20-30 минут а для тела я не использую солнцезащитный крем не потому что что я к нему плохо отношусь совсем нет мы с мужем много летом назад были в египте ну и там конечно без солнцезащитного крема просто не обойтись иначе можно обгореть или надо одеваться так чтобы оставлять щелочки для глаз или надо пользоваться солнцезащитным кремом а здесь на легорийском побережье колокол звонит на легорийском побережье у меня просто нет надобности в этом потому что мы уходим на море в 7 часов утра и после 10 мы уже собираемся домой потом возвращаемся в 4 и где-то часов до 7 мы остаемся на море поэтому нам этот крем не нужен мы не успеваем обгореть или сгореть и мы даже не пользуемся зонтами единственное что я одеваю шляпу и все но я пользуюсь кокосовым маслом вот у меня кокосовое масло немецкого производства и она натуральная и она съедобная и мне на очень нравится у меня вот такие флакончики я наливаю в них заполняю их кокосовым маслом и нашу с собой на пляж и когда прихожу на пляж я обильно обильно смазываю тело прямо хорошо жирно можно сказать и все и купаюсь а когда вдруг вижу что моя кожа высыхает после купания там после того как я на солнце я опять наношу это масло и хочу сказать что я очень довольна кожа становится такая прямо гладенькая и главное что потом после моря когда проходят несколько дней обычно начинает кожа шелушить шелушиться облазить вот после кокосового масла такого эффекта нет ну где-то где-то там может быть но в общем эффект замечательный и я мажу свои волосы наношу на волосы масло касторовое масло а в этот раз когда я была на море забыла взять касторовое масло но не оказалось у меня его под рукой и я мазала волосы кокосовым маслом оставляла на час одевала шапочку и мыло эффект замечательный и еще кокосовое масло я использую вот наношу маску себе на область вокруг глаз потому что как я прочитала кокосовое масло очень хорошо увлажняет кожу а для меня для тех у кого вы такая стареющие увядающие кожи как у меня это прямо вот замечательно вот для жирной кожи нет у кого жирная кожа лучше не использовать потому что кокосовое масло закрывает поры но прочитайте в интернете я говорю о себе я почувствовала что мне но очень идет и очень подходит так что я его использую и для тела маску для лица и также делаю аппликацию на волосы ну и заодно расскажу какими кремами я стала пользоваться последнее время это крема марки авен или овен но я и раньше пользовалась вот прям всю серию я не покупала я например только покупала или вокруг глаз там или для лица дневной крем а сейчас я вот купила себе очищающее молочко она тоже очень хорошо подходит для старой увядающей кожи ну вот как у меня женщина немолодая уже 66 почти лет и я пользуюсь вот этим молочком очень хорошо увлажняет кожу очищает и после него кожа прямо такая мягенькая хорошая ну в общем как у меня у нас сегодня везде не идет дождь и прям вот капли падают с лимона так потом еще что я купила себе крем-джель и прочитала что все таки вот не надо пальцем залазить в банку я раньше так и делала особенно когда торопишься раз намазал для этого существует вот такие штучки и их всегда дают когда покупаешь то есть они идут в комплекте с кремом поэтому лучше конечно наносить вот этой палочкой ну наверное чтобы не надо не нарушать структуру крема я его наношу больше на ночь очищаю лицо потом наношу этот крем гель и аккуратненько массажирую лицо мне очень нравится и подходит следующее что я еще купила из этой серии я купила себе термальную водичку и мне она очень понравилась она так хорошо увлажняет кожу когда я нахожусь на море я прямо несколько раз наношу себе ее на лицо он на расстоянии 10-15 метров ой сантиметров прям вот так распыляю ее и она так хорошо увлажняет кожу вот такими средствами я пользуюсь так второй вопрос меня спросили какой краской я крашу волосы извините я уже эту коробку приготовила выбросить и слегка ее помяла вот этой краской лореаль я крашу волосы номер 9 светлый блондин ну вот если у вас немножко темноватый волос вот сразу такого эффекта не будет светлого например у меня тоже был когда-то темный волос и когда я начала краситься только вот наверное 3 4 на четвертый раз волосы стали более такими светлыми еще заметил такой эффект а когда мажешь наносишь маску на волосы из кокосового масла тоже как-то как будто бы осветляет прямо волосы становятся еще светлее и очень очень блестящими а то что говорят читала где-то что кокосовое масло смывают краску или не надо пользоваться им перед тем там за две недели как красить волосы потому что он якобы смывает краску это неправда вот я проверил на своих волосах ничего он не смывает потому что это мячная краска но как ее можно смыть так все я кажется ответила на все вопросы да и еще был такой вопрос а тут же наталья которая мне сказала что которая у меня спросила научилась ли я чему-нибудь смысле по уходу за собой у итальянских женщин скажу учиться нечем ну потому что итальянские женщины но как и у нас женщина кто-то ухаживает за собой кто-то не очень ухаживает за собой но в большинстве своем они за собой не очень-то ухаживает вот я возьму такую статистику вокруг меня семьи пять женщин себя не считаю из них две пенсионного возраста и трое женщин где-то от 40 до 50 лет 45-46 вот так и только одна из них ходит постоянно делает шелак там брови красит она живет у меня напротив я всегда на нее обращаю внимание и всегда у нее спрашиваю да она ходит она прям такая модница но остальные лет нет косметологу вообще они не ходят маникюр педикюр делают ой в некоторые вообще не делают вот одна делает но очень очень редко только лишь может идет на свадьбу там и еще куда-то так что хочу сказать особо учиться у них нечему наши женщины в этом смысле более продвинутые ну смысле что более ухаживают за собой вот я последний раз когда приезжала в крым была вообще удивлена у нас прямо вот ну чуть ли не каждая вторая женщина с шелаком а вот здесь в италии итальянские женщины которые уже на пенсии которым уже где-то лет за 70 вода вот они за собой ухаживают очень редко встретишь женщину без укладки почти 97 или 98 процентов у всех волосы в порядке всегда укладочка на голове и они дома не моют волосы они моют в парикмахерской ходит один раз в неделю моют голову делают укладку но там если надо стригутся потому что в основном носят короткие стрижки и многие из них многих из них прямо ногти ухоженные на ногах на руках прямо все в порядке вот такие итальянские пенсионерки я с вами прощаюсь благодарю вас за вопросы и желаю вам всем всего самого-самого лучшего и будьте здоровы а у нас часто идут дожди и погоды стоят прохладные у нас сейчас ваши дуусы завтра появляются справа вот такой вот ver RM